Экстренное предупреждение по понижению температуры объявило Краевое управление МЧС. По данным метеорологов, до 3 февраля в северных, центральных и западных районах Кубани ожидается понижение температуры до 19, а предстоящей ночью местами до 25 градусов мороза. Сегодня синоптики прогнозируют сильные снегопады и метели на всей территории края, за исключением Сочи. Из-за непогоды до конца недели отменены занятия в школах в Кущевском, Павловском, Белоглинском и Гулькевичском районах. Это решение муниципалитеты согласовали с Министерством образования Края. В других районах местные штабы также не рекомендуют отправлять детей на учебу. Подробнее о ситуации в Крае в следующем сюжете. Непогода вторую неделю буквально испытывает край на прочность. Снегопады, метели и сильный ветер в Ейске, Щербиновском, Кущевском, Ленинградском и Белоглинском районах. Этой ночью практически весь север Кубани оказался в плену стихии. Погодные неприятности который раз заставляют главу региона собирать оперативный штаб. Ситуацию в Крае мониторят в режиме онлайн. Глава Кущевского района Владимир Ханбеков докладывает, на федеральной трассе пробки растянулись на несколько километров. Целый день и ночь и день был ветер до 15 и выше метров в секунду. Постоянный снег и, конечно, очень большие наметы на дорогах. После зачистки буквально через полчаса сугроб вырастает. Нам нужна помощь. Ну, буквально засыпает легкая техника, не справляется. Ну, хотя бы пару грейдеров. Тяжелый. Ночью подмога в Кущевку пришла. Кроме дополнительной техники усилили и посты ГИБДД. В ближайшие сутки на большей части территории края. Температура опустится до минус 25. Не стихнет и ветер. Жителям Кубани синоптики обещают 30-сантиметровые сугробы. И это не считая заносов на дорогах. Обращая внимание на социальные учреждения, естественно, мы уже несколько лет назад начали программу приобретения автономных дизель-электростанций. Жизнь показывает, что мы сделали абсолютно правильно. Если бы не они, то ситуация была бы значительно хуже. Я считаю, что нам нужно продолжать закупать и иметь стопроцентную готовность, резервы и так далее. Также прошу главы администрации обратить внимание на работу и общественного транспорта. Естественно, не только в Краснодаре, не только в больших городах, но и в целом по краю. Особенно внимание надо обратить на международные сообщения. Настоящее испытание ожидает и Новороссийск. Пока можно только гадать, повторится ли обледенение, которое пережил город в 2012-м, когда наледь на набережной достигала высоту около полутора метров. В Ейском районе из-за непогоды отменили занятия в школах. В Темрюке мокрый снег на проводах. Этой ночью оставил без света 2000 человек. На устранение аварии работали 14 бригад. Глава ТУАПСЭ Владимир Лыбанев докладывает горные перевалы под особым контролем. Возможно, обледенение. Больше тысячи тонн соляной смеси в районе заготовили. Никому не расслабляться. Потому что даже первая волна, которая была обледенением, было понятно точно, кто как сработал, у кого какая команда, силы, возможности, умение организовать, создать штабы, заместители и так далее. Вот понимаете, как бабки не ходить. Поэтому системный подход. Я требую этого. Мы с вами должны защитить людей. Мы должны помочь максимально сделать все, чтобы люди, конечно, были в тепле. А если что-то случилось, эвакуированы вовремя, накормлены, напоены. Одинокие старики, семьи, неполученные. Ну, с учетом того, что все непросто, я прошу вас обойти каждого. Александр Ткачев потребовал мобилизовать все возможные ресурсы. Погодные аномалии этой зимы не должны парализовать жизнь региона.